клуб рот был всегда на передовой и в числе первых я совершенно смело это заявляю и обоснованно и не думаю что кто-то сводьется со мной на эту тему спорить а клуб на сегодняшний день 13 лет мы самый ветеранский клуб москвы и не пользуясь этого слова россии был период когда мы имели амбиции двигать своих спортсменов и занять нишу профессиональных боях стал вопрос выбирать турниры или все-таки сохранить клуб больше внимания уделять начинающим спортсменам и больше людей привести просто обывателя в зал единоборств где бы они росли духовно раз над собой мы выбрали это сейчас у нас два клуба клуб рот находится город люверс и улица кирова 34 и в москве в центральном округе клуб рота шмидтовский проезд дом 5 коронавирус мы пережили совершенно спокойно клуб уверенно стоит на ногах у клуба есть много друзей которые нас поддерживают и экономически мы не пострадали больнее всего пандемии ударил по тренерскому составу но поскольку тренерскому составу на достаточно опытный находились решение тренировки на открытом воздухе одним словом все выжили пандемия закончилась перегруппировались и с новой силой тренируемся мы теперь два клуба в люверсах и в москве потихоньку осваиваемся набираем здесь новую команду то есть помимо того что наши старички до занимаются кто в люверсах остался кто-то здесь плюс уже новые ребята на подходе поэтому я думаю со временем мы будем носить новых персонажей вот которые будут также себя проявляйте показывать в том что есть турнирные таблицы о том что спортсменам начисляют баллы начисляют баллы клубу мы знаем больше того мы за этим следим это что в крайнем чемпионате мы заняли первое место команды нам это приятно и мы к этому собственно стремились поэтому что предыдущие чемпионаты мы были в призах но первыми не были что касается ну нужны ли подобные турниры конечно они нужны и мы считаем ваш турнир самый интересный привлекательный именно для людей которые организовали клубы единоборств которые формируют сборные команды любительского уровня я подчеркиваю любительского и начинающего профессионального уровня и вы здесь первые мы с вами гриш на самом деле нас всех удивил то есть потому что он является базовым каратистом ударником и принципе у меня с борьбой проблемы на то время были сейчас уже более-менее он лучше стал и плюс помимо того что у нас удивился выходом на самом деле даже не знал что он собирается выходить в кимоно об этом я знал только на турнире вот это на самом деле тоже ему большой плюс как бойцу потому что помимо спортивная составляющая есть медиа составляющая и мне кажется он очень сильно запомнился зрителям не только там да наши болельщики еще болельщиков других клубов и так далее то что он показал в бою еще раз повторюсь очень удивило и этот прием он как бы еще знал еще до того как попал в наш клуб вышло так что он именно в нашем клубе это не отработал заранее его подготовленная была какая-то работа еще до этого да все равно опыт есть есть опыт все сразу не заберешь он у нас относительно недавно вот но уже показывает хорошие результаты и очень много он подготовил для вас на этом турнире такой турнир ну такого формата это у меня был вообще впервые то есть я выходил на один бой а не на пять поединков допустим в любительном на любительском уровне вышел я получил очень огромный драйв то есть я почувствовал себя как будто прям реально профессионалом то есть я хочу это повторять повторять первый поединок отличается от второго тем то что первом поединке то есть я это был для меня первый опыт а второй вот сейчас бой будет то есть для меня это уже как бы не в новинку такой так сказать опыта который ты вроде да на тренировках ты один ты можешь выкладываться там полностью все получается будет все-таки в бою это немножко другое то есть в бою помимо физической какой-то кондиции все-таки еще должна быть психологическая основа первые моменты боя да я помню что немножко как-то подгорел подплыл ну а потом ничего когда поймал свою как бы волну так сказать то есть ну думаю что более менее вышел на то что хотел показать насчет свое своего боя последнего я считаю довольным досрочно победил как и планировал на последнем турнире два последних боя это были в моей весовой категории и два боя за пояс так что остался посмотреть потому что было очень интересно посмотреть на ребят какой они форме что из себя представляют потому что так как в дальнейшем планировал с ними встретиться кубок святого георгия он делает вот как раз такую организацию где клубы могут между собой соперничать именно не не в плане индивидуальных каких-то бойцов да то есть у в каждом клубе есть отличные бойцы хорошие ребят но даже в новички до которые могут принести пользу в свой клуб то есть отметиться это это ну это просто стоит огромного хотелось бы принять участие в кубок святого георгия ближайшее время далее хотелось бы взять еще пару тройку профессиональных боев где-то до лета а дальше уже будет видно много турниров много вариантов где можно выступить там уже посмотрим по своему состоянию вообще интересно было бы подраться с любым бойцом кто выше меня в рейтинге а насколько я помню я на четвертом или на пятом месте поэтому я готов к любому из соперников лига кубок святого георгия она приближена к профессионалам и я считаю то что нужно набраться опыта именно у вас чтобы потом пойти в профессионалы сразу как бы идти в какие-то крупные лиги я не вижу смысла потому что там хорошие закоренелые ребята и ваша платформа это как раз та платформа которая может хорошо подготовить бойцов турнир мне понравился особенно понравился тем то что большинство поединков закончились досрочно все в принципе понравилось атмосфера болельщики сама клетка в общем все понравилось более чем смотрел поединки наших бойцов клуба рот в принципе тоже они все показали хорошо закончили досрочно ну запомнилась победа прежде всего своя смотрел последние бои что блины и радковского я что блин задушил своего оппонента будет принципе понравился был достаточно на высоком уровне друзья 11 апреля 17 00 всех ждем в крыльях советов клуб рот выступит на турнире кубок святого георгия все как один на трибуне клуба рот всем за все во славу рода